привет ребята вы смотрите love blog дэв шоу с вами как обычно ведущие чернобаев николай всем привет народ ковальчик дмитрий привет и мы перемахнули первый полтинничек это 51 выпуск если ты дружище не смотрел предыдущие 50 то тебе есть чем заняться на выходные посмотри там много всего полезного просто кладезь сознания мудрости и удовольствия и сегодня мы решили обсудить что еще может 2018 обсудить естественно что-то приятное хочется начать этот новый полтинник что-то приятного и мы решили выбрать тренды дизайна 2018 как раз мы еще задумались насчет дизайна собственного сайта лавскула и может быть конечно блок тоже перерисуем и наткнулись на классную статью мы приложим которую мы хотим обсудить да мы сейчас как раз углубились в дебри дизайна и знаешь такое ощущение когда ты вот у тебя есть сайт ты его любишь для права в скул естественно вот скулком ты он тебе нравится но в какой-то момент выступает момент когда думаешь а не устарел ли дизайн и дальше пересмотрев вот все все эти штуки которые мы сегодня будем показывать возникает ощущение что да нужно обновлять скорее что хотел сказать вывозь теряется дизайна в один момент ты заходишь на страницу думаешь что за говно и потом решаешь надо что-то подумать может быть есть что-то переделать да возможно даже не знаю если ты согласишься может быть даже приложим скетч нашего нового дизайна главной страницы скулы посмотрим что ребята оксана критикуйте вообще скажите годный или говно будет проголосовать это уже третье слово говно а еще даже поэтому кстати предлагаю сейчас высказать вставить на рекламу небольшую мы находимся в мансарде это антикафе в центре питера мы здесь в уютной комнате нас хорошо приняли все хорошо поэтому мы начинаем погнали значит по этой статье номером один они выбрали innovating technology то есть инновационные технологии в дизайне вот среди ты как это понял я это понял что когда выходит это новая хрень обязательно запиши вставь как разукрасить в своем сайте да я понял это так же когда ты мне объяснил вообще у нас качество статья на английском языке и мы смотрим сайт behind dot net это знаете ли солидно здесь не наврут точно и да вот я смотрю тут по просмотрам 126 тысяч просмотров этой картинки это новая тесла мать ее я кстати видел уже ну понятно питер москва много тесла уже наверное тоже повидал я вот недавно был где в италии увидел новую теслу который еще у нас нет даже трое это охренеть как круто было очень круто я приложу фоточку если лёха мне напомнит когда будет делать монтаж это время было просто огонь и да знаешь сейчас извини что тебя перехватило вспомнил ход мыслей как как мы вообще использовали всякие инновационные технологии в продажах в том числе помнишь когда мы делали презентации нашего студии мы когда все конкуренты делали копешечки кп коммерческие предложения делали там вордовские документы куча была текста непонятного там мы предлагаем тот и тот и тот а то что никто никогда не читает мы выкинули все это нафиг и просто сделали типа 5 страничек в кп где просто на фоне что-то охеренно модное современное но это конечно же всякие продукция apple и проще такие штуки автомобили и так далее и просто пару слов то есть картинка делает эффект делает впечатление гораздо больше чем большой набор текста в вордовском документе да еще можно к этому добавить что есть сейчас такая не знаю как сказать гипотеза что современные современные взрослые люди вот целевая аудитория как раз и те кто вы смотрите ребята это получается в среднем от 18 до 35 лет это люди с клиповым мышлением кто легче воспринимает картинки и видео чем текст вот то есть такая гипотеза есть что вот наше поколение кому реально легче не буду воспринимать так можем затем развить комментариях напишите и я думаю это к этому относится димка лучше сказал то есть если красивая визуальная часть то это большинству быстрее понравится чем раньше наверное другие поколения они бы все прям прочитали слушай про поколение тоже наш интересный момент мы вскоре обсуждаем а кто вообще смотрит нашу передачу потому что у нас ролики набирают от от трех до десяти тысяч просмотров в среднем кто ты дорогой зритель из какого-то поколения какого года рождения не знаю да это очень интересно потому что конечно же у нас есть статистика ютюба но в нее же надо залазить а в комментариях сразу видно вот как вы воспринимаете информацию кто вообще такой рассекречивать в общем рекомендуют в трендах 2018 года в дизайне как можно больше красивых современных технологичных вещей вставлять следующее до следующие вот это мне наверное больше всего нравится это кастомные иллюстрации то есть иллюстрации не из-за не истоковые не шаблонные и не какие-нибудь если даже у вас есть дизайнер который нарисовал их достаточно по каким-то стандартам а вот прям больше креатива больше творчество больше искусства в этих иллюстрациях то есть знаете бывает вы смотрите какой-то сайт и он действительно запоминается потому что он уникальный вот это в том числе из иллюстрации это сделано и я бывает ты сможешь сайт как будто его уже виду ты если уберешь логотип даже не запомнишь что это такое вот упомянул сразу наших конкурентов многих вот у них я реально уберешь логотипу очень многих конкурентов хрен ты поймешь что это за сайт что за компания какая-то компания которая чему-то учит вот то есть без названия не все очень похожи а у нас у каждого курса есть аватарка с героем да как мы голосуем выбираем этого героя это какой-нибудь классный каризматичный персонаж со стоков сказать что у нас сейчас как раз стартует новая профессия по джава скриптура full stack разработчик и там сразу два персонажа может быть тоже приложим как картиночку чтобы ребята посмотрели распишем про дизайн говорим остаться эти персонажи как мистер и миссис смит помнишь фильм с брендом питом муж и жена супер агенты короче вот это на самом ли то что лично мне хотелось бы увидеть на нашем новом дизайне на наших продуктах вот такие кастомные классные иллюстрации может быть нас смотрит какой-то иллюстратор талантливый если это ты друг то пожалуйста напиши в комментариях вместо пообщаемся может быть сработаемся потому что иллюстраторы не так чисты в наших рядах не так чисты на руку как хотелось бы и не так чисты в наших рядах то есть не так часто и не так много мы и знаем и вот к сожалению я больше знаю иллюстраторов которые мне не нравится чем нравится та же фигня мишку хотелось бы познакомиться просто чтоб как минимум тебя был знаком и как максимум член нашей команды который реально умеет крутые делать иллюстрации вот пример того что мы видим здесь это то ли японец то ли корее столь и учитает какой-то азиат который на иероглифах понимает лучше чем мы я хочу специально открытие и вот наш соседней вкладке открыл осмотрел его работа джини блин как же круто мне очень понравилось и даже залипал прям вообще офигенно очень короче прям какая-то история видно рассказано и вот прям смотри это же можно смотреть димон вот наверно не немножко убираешь иероглиф и пишет love school обучение там погрузись в мир знаний и вот тебе может так и сделаем кстати вот тебе и новый ландос но выглядит просто ошеломить вообще офигенно и чувак верно заметил до съемок очень похож на наш логотип чем-то да мы свяжемся с этим корейца китайцам и если на согласиться либо казахом который кассир под китайцы и возьмем его в команду love blog и будет нам рисовать такие охренеть и такие великолепные было бы здорово превосходные работы смотри какая лисичка милая чем не нравится на обои даже запилил бы себе кстати еще хочется ребята 5 вызвать сообщение в комментариях напишите вот кто реально true и знает и работал с иллюстраторами сколько еще среднем и подобной иллюстрации стоит неинтересно мне тоже очень очень наверное разнятся сколько времени но вообще как эта концепция разрабатывается машинаешь я помню как мы логотипы разрабатывали нам это неделя просто огромная история долгая сложно а тут целая огромная иллюстрация целый сюжет выглядит действительно потрясающе то есть круто каждая картинка как будто еще анимации очень клево ну ничего себе в общем поставим ему лайк да ребят очень круто можем кстати если вернуться к той статье там еще был не только этот чувак еще было пару вот допустим слаг как пример зале тоже классный пример и кстати ты заметил вот вообще если взять вот этот тренд я не знаю будет ли он внизу еще описано вот я заметил в иллюстрациях геометрические фигуры вот даже персонажи они угловатые такие многие это вот явно последние года появляются то есть до этого и до наоборот раньше вы сглаживали такие типа няшники да а сейчас такие угловатые персонажи еще надо сказать что есть такая тенденция на везде сейчас ну и в дизайн она тоже не обошла это то что стараются раньше старались везде добавить негры и китайцы чтобы сказать ну да толерантные толерантными быть и побыстрее выйти от эпохи гитлера с его газовыми камерами и так далее сейчас активно идет в сторону прав женщин и вот здесь например слаг и еще и подумать что этот первый мессенджер для женщин потому что только девочки карте думаешь это тоже мне кажется на базу что я об этом тоже думал но на самом деле это тоже девочка потому что ну прическа такая типа короткие волосы но женственные ну похоже сильно сложно сказать кто это вполне может быть девушка в общем да тенденция есть явно еще есть тенденция в меньшинства всякие возможно скоро придется делать сайты где обязательно какой-нибудь человек нетрадиционной ориентации и обязательно написать это ну это точно какая-то вечеринка сомнительного характера фоточки ладно не будем это углубляться поедем дальше вот это мне очень нравится классно что темный темный дизайн и вообще у меня знаешь одна из мечт сделать хоть один дизайн темным потому что мне кажется от реально стильно и это может круто выделиться на фоне великолепно мне очень понравилось это тоже интересно знаешь я смотрю на эту картинку и вижу что люди заходят и выходят и тут все это как-то прикольно так подано интересно а слева и справа мы видим текст который я не знаю но не вообще ни за что в жизни не захочешь читать как будто знаешь специально еще больше контраста добавили вот хочешь еще круче показать картинку добавить слева и справа некрасивого текста суши я думаю это ниже будет мы еще тему затронем но вскользь раз уж текст начали очень сильно напоминает журнальный все вот дизайн в принципе же веб он от журнального дизайна тоже прошел и вот мне кажется больше больше с каждым годом он приближается как будто ты читаешь классный глянцевый журнал интересно в этом плане как это будет работать на мобильных устройствах даже если представить что это веб странице кстати хочется сказать что ребята которые сейчас нас слушают на саундклауд или айтюнс а вот такая возможность у вас есть и спасибо вам что подписываетесь подписывайтесь больше нам приятно слушайте нас там вы конечно же вряд ли чет поймете потому что этот выпуск сильно на заточен на то чтобы его смотреть типа наслаждаться прекрасно да потому что но может быть кто-то из наших слов мы постараемся слова подбирать такие что у вас картинка да я тоже об этом подумал то что я на самом деле дизайн подкасты слушал и там был такой момент когда обсуждалась какая-то картинка ты ее не видишь но все равно слушаешь потому что выставляю но если у тебя сейчас нет возможности смотреть время есть послушать почему нет так ну в общем что едем дальше вот тоже не знаю будет это ниже или нет но явно прослеживается в иллюстрациях storytelling типа рассказывание истории какой-то то есть это именно в движении какие-то какие-то события не просто персонаж который стоит а вот они прям что-то делает как будто как будто к эта история по идее мы и должны были понять без текста но вот лично поэтому слушать что ты думаешь по поводу вездесущих вездесущего все проникновение терминов типа storytelling long grid и так далее то есть доходит до такого маразма что скоро мы будем вообще разговаривать на одних каких-то не по словах английских которые очень легко переводится да это прекрасная тема вообще до целого выпуска возможно то есть любую вещь можно знаешь короче есть какие-то английские слова которые у нас надо чтобы описать целое предложение сказать они придумали это одно слово и пока хрен знает как заменить на русском то есть если смотреть по-русски просто рассказывать истории типа красочно рассказывать истории так чтобы помогало бизнесу они назвали одним словом storytelling типа именно истории для бизнеса вот красавчик вообще это на самом деле не уход от темы это дизайн слова степени я его так ну да ну что перейдем к следующему да вот это уже это 21 это еще продолжение что типа иллюстрации с как можно большим количеством деталей же культиру где ты прям залипаешь тебе сразу вопрос узнал кто на картинке это нет не узнал но это игра престолов я вот так вот эту девушку это как которые девочкой для чего одолевая девочка стала никем прикольно слушай но вот круто да тут можно залипать на эту иллюстрацию минутами как минимум может и десятками и разглядывать всякие мелкие детали это реально круто то есть в этом сразу чувствуется что-то знаешь крафтовая вообще я знаешь такой темы она тоже немножко автопная но на мой взгляд все движется вообще в современном обществе к тому что сейчас перенасыщение всем происходит там от перенасыщения продуктами до перенасыщения музыкой и фильмами то есть сейчас люди потеряли ценность того как раньше это было там еще в те же самые 90 когда мы с тобой ну слушай слава богу что потеряли ценность да вот сейчас вот это назовите когда ты выбираешь между тем что посмотреть москва слезам не верят или иван васильич менять профессию не можешь решиться или когда есть огромные выборы ты можешь выбрать я немного другом наш сейчас мне кажется как раз тогда выбор был да ты грубо говоря вот помнишь мы с тобой ездили там на рынок чтобы найти какой-то диск интересную музыку и какая-то ценность была этой там игре фильму или музыки сейчас грубо говоря у тебя есть apple music или там спотифай ты включил и не паришься естественно плюсы и минусы во всем и предлагаю если кому интересно в комментариях это продолжит ли может один выпуск снять но я хотел сказать конкретно на дизайну что вот есть перенасыщение стандартами какими-то у нас стандартные дизайны вот есть вот прям какие стереотипы уже конкретные в дизайне и мне кажется поэтому вот такие детальные рисунки они придают харизмы крафтовости знаешь как вот типа сейчас вот модно все крафтовое пиво там одежда крафтовая больше угарную историю на тему короче все типа крафтовая и поэтому мне кажется и дизайн к этому идет крафтовая картиночка ты не ответил на расскажу что ты хочешь короче сидели с братьями в баре и в меню там есть такой пункт был локальный крафт как ты думаешь что это такое локальный крафт типа крафт который только в этом баре можно гадать как угодно на самом деле это просто пиво сваренное в ленинградской области если как как из как изменилась вообще вот это вся вся эта культура если раньше пиво сваренное в ленинградской области ассоциировалась чем-то дешевым низкокачественным и большим похмельем на утро то теперь это локальный крафт да тоже к слову о дизайне потому что когда какие-то вещи как-то называют иначе и это она обретает новый смысл это уже ближе на рек маркетингу но все равно это очень плотно согласен то есть как назвать так вещь или что-то чтобы это опять стало модным вернуть 90 и питер как говорится то есть давайте к так переназовем что все опять заценивались и начали с ним пользу ребят кто захочет отведать локального крафта пишите в комментариях давно не встречались петербурге кстати давно встреч не устраивали мы можем сказать где мы пьем пиво и вы запретите выпьем вместе так следующие темы вот что мне лично близко и обожаю что эту тему люблю минимум минимализм и короче цветные студийные шоты хрен за это перевести типа как я понял цветные вставки не 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 это нет это имеет среду когда берут какой-то продукт его фотографируют в студии а все на разных лентах белое розовое и так далее точно согласен точно и в общем грубо говоря этот продукт знаешь который фокусирует все внимание на нем и минимализм ничего лишнего только этот продукт этот обожают эти вещи apple они это давно-давно придумали сфоткать iphone сфоткать макбук со всех сторон и белый или какой-то контрастный фон все и все внимание на нем вот то что мы здесь и это круто ты кстати приматнул следующему тут сразу же про пустое пустое место и воздух ты пришел на сон эти вещи связанные согласен то есть здесь фокус на главные вещи да по красиво сфотографированный минималистично они же вот этот четвертый пункт это про то что обязательно держи фокус ой точнее используй пространство вокруг которую в дизайне называется воздух вот это использует воздух максимально умно то есть не надо его засорять как знаешь надеюсь уже от этого все отходят нормальный дизайнеры когда каждый миллиметр пиксель пространства нужно было забить какой-то информации там текстом или картинкой сейчас мне кажется уже у людей это как знаешь выработался грубо говоря ген понимать что это плохо то есть когда ты смотришь где есть какое-то пространство и грубо говоря можно вдохнуть то это воспринимается гораздо позитивно я это на самом деле вижу совершенно иначе я это вижу не в том что выработал здесь какой-то гены и так далее просто с приходом мобильных устройств планшетов и так далее дизайнер больше не знает какого размера будет экран соответственно дизайнеру важно ну и там кто будет это верстать естественно чтобы было так сказать про пространство для маневра ведь допустим если мы возьмем вот эти картинки и начнем их сжимать то не будет больших проблем так воздуха много или разжимать будем все будет влезать если же бы как ты сказал было бы все туда пикселя заполнена возникал бы огромный вопрос как как быть с изображением на мобильных устройствах и так далее мне кажется что вот это согласно ему и диктуется современные реалиями происходящее плюс еще к этому что добавить я думаю и моя и твоя гипотеза они обе имеют место быть еще третьего могу добавить что это тоже маркетинговая очень сильная часть сделать фокус на продукте грубо говоря чтобы именно его захотелось купить так классно его сфоткать так классно его подать что у тебя потекли слюнки ты сказал хочу это кстати очень наше видно еще наблюдается в дизайне меню когда в кафе или ресторан приходишь прям вот есть меню где текстом написаны те ничего не захочется там купить а вот здесь сочные картинки фотки еды ты сразу ну я даже слышал где-то увеличивается средний чек в кафе этому два раза когда сочные картинки то есть чем когда просто текст открой кафе по инструкции от николая и дмитрия прошедает тут тут также еще и тогда наверное чтобы закончить эту тему можно сказать что помните как раньше когда был этот дизайн web 2.0 старались каждый пункт меню сделать каким-то там да и apple тоже делали тут всякие градиенты какие-то объемные кнопочки и так далее сейчас все максимум упрощают только текст ссылки даже делают там просто которые тоже не отличишь от текста зачастую просто с той целью чтобы весь акцент все внимание отдать на именно товар на нам на целевой объект который здесь представлен получается все второстепенное упрощается раньше значит может быть с каким-то стилем барокко в архитектуре где украшательства всякие фентифлюшечки там добавляли сейчас это лишнее наоборот убирают как комната в которой мы сидим 9 и ваты обои древние шкаф с всякими точечками то есть не не минималистично да то есть если раньше было фокус грубо говоря на в чем-то второстепенном даже был теперь стараюсь фокус держать только на первостепенном на продукте чё погнали дальше вот тут прикольные примеры редизайна икеи вот как-то определил что такие а я просто читал заходил я вам вспомнил что такие вот можно зайти проект и коммерс веб-сайт они кстати тут какая-то на на холм но в общем я где-то виду прикинь прямо этот же стул и было написано что это типа пример редизайна икеи и вот отсылаясь к нашему прошлом разговору про всеобщему внедрению женщин мужчина это или женщина когда он сразу женщина конечно бабушка даже я больше скажу бабушка а в европе так выглядят взрослые дизайнеры возможно современно независимая женщина только что закончившие курсы по дизайну возможно спорить я здесь не буду в общем прикольно да везде видишь акцент на то что продается стул там к это но это точно не икея потому что икея я знаю все вдоль и поперек и здесь такие стильные штуки которые ну скажем я бы не отказался офис такими украсить да вещи клевые время нас поджимает не можем больше так особо рассоливать давай пойдем по трендам вперед сколько у нас всего трендов ты не помнишь суши не помню их много я думаю мы вторую часть да давай десяточку уложимся давай я тут скажу что я увидел в общем цветовые транзишны и градиенты типа переходы цветные и градиенты тоже цветные и тут мы видим пример классный где из темноты до центр фокус на яркость классно прикольно сам по себе тренд я отследить пока не сумел давай идем дальше в чем он заключается интересно здесь мы видим градиентный фон и и буквы и другие буквы такие ну точнее цветные несколько цветов переходит типа и от бирюзового к темно-синего в общем сомнительный тренд на самом деле здесь я бы ну вот вот видишь такая маленькая штучка идет ли не такая как змейка и она тоже переходит от бирюзового к темно-синего да точно такие штуки присутствуют встречаются они клёвые где-то где-то я помню раньше врачи ваши градиенты были модные помнишь лет так 7 назад как раз даром и только начинали теперь они какие-то более минималистичные что ли стали да теперь реже как бы используется на странице но не так как мы не так плотно и плюс до в каких-то деталях если раньше обычно это был фон прям либо ломка ингредиент иконка то туда видимо как-то реже вы стали использовать дальше до детализированный юзер интерфейс то есть вот я кстати тоже не успел понять прям что здесь изменилось так конкретно но я понимаю больше деталей к интерфейсу типа больше внимания к интерфейсу типа больше и x-дизайна как раз привет саша каменяр который мы выпадали больше заморачиваются над удобством интерфейса мы там по-моему загнули что-то если видео наберется 100000 лайков снимет видео курс до чем там показано ну паре и дизайн то есть кстати ребят верните поставьте лайк если вы не поставили посмотрите за ли я надеюсь лёха найдется в недрах наших недорогой шоу сков идем дальше тоже это градиенты хотя пункт уже не тот но градиенты лишь преследует седьмой пункт юзер интеракшн короче взаимодействие пользователя как центральная точка дизайн решений то есть типа я бы вообще понятно да сейчас я попробую попробую как я понимаю это короче видишь он кликает на обычный по идее как он как это деталь называется забыл где ты выбор между двумя чекбокса чекбокса да только с млеком сделан классно он анимируется он сделан нестандартно так типа пошатывается перекатывается да то есть идея в том что не просто поставил галочку а ты ты что-то делаешь и интерфейс сильно меняется поменялся и фон и какие-то цифры взлететь взлетают и сама анимация работает то есть действия пользователя сильно влияют на интерфейс да видимо это знаешь почему сделано как раз таки чтобы люди чувствовали да вот больше какая-то имитация реальности в вебе типа как ты знаешь как будто постараются больше чувств добавить интерфейс эти вот нажал и прям почем вы прикинь нажимаешь на какую-то кнопку там во всем интерфейсе меняется фон какой-то планеты прилетают я смотреть на это могу бесконечно если дали потыкать я бы на тоже сидел и тыкал это кайфово хочу чтобы нас на сайте так прикинь у нас там нажимаешь кнопку подать заявку на курс сразу бам там весь дизайн меняется потом кнопка оплатить и ты такой думаешь сейчас нажму что-то будет там раз там взлетает там так анимация где-то чувак с кошельком у него деньги на гибели в маню рейн и музыка играет ну конечно круто можно было сделать реально круто ну вот тоже это пример даже фигня да 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 просто нажимаешь типа следующий слайд и тут бахтия картинка разворачивается на весь экран это конечно впечатляет это вы к тому же это отличается от того к чему мы так привыкли уже чего устали от этих стандартных слайдеров которые везде одинаковые короче думаете нестандартно в анимации вот как я понимаю этот это этот тренд вот это очень интересно мне это очень сильно понравилось я прям хотел как раз предложить нам это обсудить я помню когда ты кидал видео про успешные логотипы не дал буквально на днях я думаю что лёха и здесь приложит ссылочку или вставочку из этого видео и там прикольно было объяснено что раньше как было типа логотип это было нечто такое что на века из чего делать сразу весь фирменный стиль там запонки на рубашках у директоров там на футболках и так далее вот то сейчас логотип это нечто более гораздо более динамичная у одного логотипа может быть сразу куча разных вариантов более того естественно это анимации вот как мы здесь видим то есть реально круто то есть все идет к тому что как раз таки устройство диктует многое устройств и не везде вот примеру даже у нас когда ты заходишь на сайт с мобильника наш персонаж уже слишком детальный для такого маленького экрана то есть надо придумать какой-то нам вариант где будет либо может быть просто надпись love school либо какой-нибудь там сокращен к ч надо подумать над этим поэтому если у вас есть тоже ребята дизайнеры этих логотипов пишите комментариях порекомендуйте да и нам всегда тоже очень актуальны всякие motion дизайнеры да у нас есть несколько человек с которыми мы работаем но всегда хочется еще какой-то взгляд потому что я замечал как у простых дизайнеров такой motion дизайнеров у них есть такая тема как повторение то есть от них сложно что-то нового дождаться две-три работы заказываешь начинает делать одно и то же поэтому если вы разбираетесь можно дизайне можете за анимировать наш логотип пишите это было прикольно да тут классные примеры наш с гуглом то есть допустим мобильники он такой да там айпаде он побольше на сайте на компе он вообще большая целиком надпись google и вот допустим с кока-колой и шанель из диснеем в конце только значок и ты все равно понимаешь что дисней заливайся вообще круто что всего лишь дырочка красненькая то есть это очень клево следующие анимации опять же анимации причем хотя мы их уже обсуждали наверху так много да здесь видимо о том что чем больше анимаций тем лучше не тут просто именно сам название тренда анимации в веб-сайтах чем мне нравится в таких анимациях вообще что я думаю про анимациях не должно не они должны быть навязчивыми они должны очень вписываться происходящее здесь смотришь ничего лишнего то есть они но аккуратненько красиво и наш главное что хотелось бы это не от анимаций чтобы сайт при этом не тормозил конечно что все было комфортно и удобно кстати про это тоже отдельный тренд про который мы либо сегодня скажем либо нас в следующем выпуске вот прикольно даже успокаивает такой космос можно медитировать на такую картинку это как знаешь как на можно бесконечно смотреть на три вещи анимации веб-сайте как работает лёха и что еще ты как мы снимаем дэв-шоу вот классно текст переливается через цель эффект на часы да то есть внимание такое это зарядная станция показываешь зарядка идет тоже прикольно не сразу понял ну число последним сегодня последний давай responsive юай но тут все понятно адаптивный интерфейс чтобы на всех устройствах то есть это вот на самом деле наверное одно из самых сложных то есть это уже такая прям как помнишь нам говорил саша каминяр дизайнеры очень много разных не дизайнеры кто там сидит тут больше техническую работу делать это творческий человек то вот иллюстрации суда прям мне кажется от первого пункта до десятого очень много разных дизайнеров то есть первым если это были там иллюстрации кто от руки рисует такие творческие личности кто должен все от руки нарисовать продумать да то вот здесь больше дизайнер технарь который должен продумать как же сделать такой интерфейс чтобы это везде хорошо работало и было удобно на этой прекрасной ноте но это прекрасно носит наверно будем заканчивать эти вот здесь как раз виден лёхин телефон по моему это samsung но и последний что ты думаешь вообще о нем как тебе суши честно я еще не успел оценить его крутость кроме как мне экран понравился не брал потрогать брал но и я сейчас объясню то есть экран клёвый конечно большой здоровый это приятно вот по камере я фиг знает вот лёха говорит что одинаково с айфоном но мне показалось равно что есть разница вот что а как ты это уже успел посмотреть да то есть я посмотрел видос что лёха снимал и я не сравнил не знаю мне показалось что на айфоне чуть-чуть получше а потом ты знаешь легкий горитая типа я обманул на самом деле это iphone на самсунг такой смотришь не ну я конечно поторопился все-таки видно что здесь на айфоне получше вот и раз вспомнил эту тему предлагаю еще добавить последнюю ссылочку на сегодня на рекламу вот как раз эти последних самсунгов где они постебали apple сочи помнишь да видос там где монобровь тогда где монобровь вообще постебали вот этот ролик ребята не видел посмотрите обязательно и честно у меня они вызвали офигенную симпатию и прям возможно мой следующий телефон будет не iphone хотя пока это не точно реально привыкаешь сейчас возьми ко все ко всему что у тебя все синхронизируется все удобно да не то что на андроиде ни черта не синхронизируется да вот фиг знает вот iphone умеет как не как думаешь ирония этого ирония да да если тебя apple и android классно они вместе считают совершенно нормально я я недавно узнал на самом деле не знаю может это неправда я давно уже не пользуюсь android много ряд даже apple music на android уже можно поставить дома то есть какие проблемы с они да я думаю как наш ушли все от телефонного рабства что телефоны на всех операторов неважно да какие теперь так и должны уйти от рабства брендов чтобы я я кстати предрек будущее что следующий шаг apple будет возможность ставить на mac андро и windows и android и вообще любой операционку чтобы это было легко да и здесь также android должны ответить что ты захотел купил android и поставил туда вот это круто было бы вот допустим действительно я хочу этот телефон душу мне понравилось но я к оси привык черт возьми хочу на иосе вот поэтому что ребят напишите что вы думаете об этом давайте обсуждать прорекать будущее приходить чему-то ведь от таких наших разговоров и зависит вообще будущее айти технологий да а что говорить о будущем передачи дэв шоу хочется побольше от вас обратной связи ребята большое спасибо что смотрите нас нас это очень вдохновляет продолжать между прочим у нас чертовски сейчас мало времени снимать передачу но мы собрались с колей на новогодние праздники думали чё будем продолжать не будем нас не было цели снимать передачу вечно на самом деле ваша поддержка ваше вдохновение вашей благодарности которые которые просто сыпятся словно грибы после осеннего дождя только обличку небольшое количество грибов хотела бы конечно побольше побольше грибов но те что прорастают они очень приятно и хочется продолжить поэтому пожалуйста комментарии пишите они нам очень важны на хрен с вами с вашими лайками комментарии пишите и будет часть больше общения давайте потому что короче ребят все зависит от вас если будет мало комментов мало движухи то и мы с димоном забьем на это и подумаем чем мы так можем поговорить и интересно чем дружим поделиться есть все таки это вам надо то черт возьми кидайте это друзьям и пишите что вам надо и мы-то будем это снимать да и чтобы все таки концовочку сделать вообще самый длинный за всю историю передачи добавлю также что мы в предыдущем видео снимали обзор эти компании и мы вам обещали продолжить и действительно мы продолжим мы поняли что хотим подойти к этому вопросу чуть более глубоко это сказал что серьезнее чем мы снимаем вообще невозможно не снимать ничего самая серьезная передача интернете вот как хотим действительно подобрать побольше информации по поводу там может быть даже зарплат каких-то там все эти данные принципе в открытом доступе есть к это побольше рассказать про компании чтобы узнали и действительно возможно даже нас что за это за это похвалит похвали вам что пока что пока что только наезды идут что мы немножко поругали первый наезд уже был совершен одно из этих пяти компаний на нас наехали за то что мы не не просто их поцеловали лёг за пикой пожалуйста не не просто сказали какие они крутые но и и дали небольшой негативный отзыв хотя это было чисто личные впечатления чтобы и дальше не знаем возможно и дэв шоу закроет вообще целиком король затронули большие компании хочется знаете что еще ребят найти у нас работают почти во всех этих топовых компаниях наши выпускники мы в любом случае будем искать и писать им но если кто-то из них сейчас смотрит напишите а может и вы не выпускник по сравнению работаете напишите в какой компании вы работаете топ это знаете если она известна достаточно широко и там работает больше тысячи человек вот этот топ и мы напрямую с вами пообщаемся узнаем какую-то информацию и возможно выложим ее следующий выпуск ребят от души спасибо вам всем спасибо за внимание подписывайтесь на социал очки наши это конечно же лоблог и love school если вы на то или другое еще не подписаны обязательно это сделайте кстати даже на рассылочку нашу обязательно подпишитесь потому что наша рассылочка лоблоговская вошла в какой-то рейтинг супер рейтинг мы даже обогнали какие там крутые рассылки вообще респект за это жене малышками на нас смотрят это наш редактор рассылок и чё подписывайтесь на рассылку а по поводу наших личных социалок тоже можно подписаться и следить потому что мы я все время стараюсь выкладывать всякие бэкстейджи интересные видосики и так далее instagram вконтакте пожалуйста специально все для вас я укладываю редко но метко вот ну все пакет ребят пока